Нужно, чтобы работала голова прежде всего. Это не просто тыкать на клавиатуре по клавишам. Программирование куда глубже. Сергей Сирьянов еще со школы изучает эту сферу. Много времени потратил на изучение языка кода. Для представления, например, игра в шахматную партию с компьютером. Мы видим фигуры и доску, а программист по ту сторону. Цифры, знаки, символы. Одним словом код. Он запросто может переписать программу и сделать компьютера непобедимым. Нужно знать и математику, и иметь такое пространственное мышление, чтобы решать различные логические задачи и визуализировать их в голове. Без этого не получится сесть и даже, зная синтаксис языка, что-то решить. Сергей этими качествами обладает, поэтому и решил вместе со своей командой принять участие в чемпионате мира по программированию. В соперниках 250 команд из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении. Сегодня полуфинал. Алтайский политехнический организовал площадку для 19 команд из ближайших регионов. 12 задач. Каждая задача – это всегда какая-то легенда, какая-то постановка, неформальная задача, где сказано, что есть вот такие-то условия, такие-то данные. Дальше идет формальное описание исходных данных. Исходная информация вот такая, такая, такая в таком-то виде. Вывести вы должны вот в таком-то, таком-то виде. И такой же полуфинал параллельно идет в Санкт-Петербурге, Алматах и Ереване. Писать будем на плюсах. Сначала поделим задачи на три части, прочитаем их. Ну, самую простую, кто найдет, начнет кодить. Что значит писать на плюсах и как кодить? Новичок разбирался бы с этим месяцами. А участники полуфинала должны справиться за пять часов, быстро и без ошибок решить поставленные задачи. По итогу полуфинала победу и путевку в финал получила команда из Московского физико-технического института. Команда Алтайского политехнического стала девятой на своей площадке. Анастасия Драган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.